Если поначалу к прививке от COVID-19 люди относились со скепсисом, то сейчас с доверием. Вакцинация была и остается оптимальным способом борьбы с коронавирусной инфекцией. Одни решаются на прививку, отталкиваясь от опыта друзей и близких, которые лицом к лицу столкнулись с болезнью. Другие – с заботой об окружающих. Тем не менее, на сегодняшний день привито больше 500 тысяч человек. Из них почти 400 полностью завершили процедуру иммунизации. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, это просто необходимо делать. Потому что здесь не только защита себя, но и своих близких, особенно людей пожилого возраста, старше 70 лет, которые, в принципе, некоторые мало выходят из дома, но их навещают дети, внуки. Поэтому, чтобы защитить своих близких и себя, вакцинироваться нужно. Все четыре вида вакцины доступны в прививочных пунктах. Спутник ВИЗ, спутник ЛАЙТ, КОВИВАК и ЭПИВАК-КОРОНА. Какая показана конкретному пациенту, решает врач после предварительного медицинского осмотра. Свою роль в выборе играют хронические заболевания и аллергические реакции. Ревакцинация же проводится спутником ЛАЙТ. Поступление последней вакцины было 22 ноября, спутник ЛАЙТ и спутник ВИЗ. Вакцина имеется в достаточном количестве, распределяется по медицинским организациям сразу же после поступления. И вакцинироваться можно как при обращении в поликлинику, так и в мобильные пункты, которые работают в торговых центрах и в МФЦ. И также есть выездные бригады, как в районах области на базе мобильных ФАПов, так и на предприятиях. О положительной динамике говорит снижение числа амбулаторных и госпитализированных пациентов. Сейчас их число меньше двух тысяч. Однако, если помощь все же и необходима, поликлиники укомплектованы медикаментами, которые можно получить по направлению врача. Александра Никитина, Даниил Сурков, Управда ТВ.